здравствуйте друзья никак погода мне не позволяет поснимать то страшные ветра то дожди вот видите рододендрон вот с одной стороны у меня очень очень радостное событие что наконец-то они у зимовали и зацвели с другой стороны и очень сильно расстроена потому что когда любовалась цветением стала разглядывать увидела вот такое явление он у меня очень сильно заболел и когда я стала смотреть информацию в интернете вот такая именно пятнистость у рододендрона написано что подлежит срочному уничтожению не вылечить его лечение бесполезно вот представляете ну как мне такую красоту уничтожить и переносчиками вот этой вот этого вируса являются для и клопы что если его не уничтожить то заболеет весь сад я вообще не знаю что делать вообще не знаю не так жалко в прошлом году они у меня перезимовали без светения соответственно я их укрывала в один один двойной слой укровного материала и все равно подмерзли почки и поэтому он не цвел вот в этом году этой зимой прошедшей так сказать я укрывала попробовала укрыть два двойных слоя шестидесятки укрылого материала и вот видите как перезимовал зацвел но такая даже муравьи лазит на и на клю высаживают видите перезимовал цветет и вот что мне делать вот так вот я думала может какая-то другая там болячка полечить что цветет и полечите вот стала информацию искать и наткнулась на то что это мраморность у рододендронов и вот такая у меня печалька если кто-то сталкивался с таким явлением и действительно можно ли вылечить пожалуйста напишите мне я я даже не представляю как у меня сейчас вот прям вот взять вот это вот и и выкопать и причем там написано срочно выкопать сжечь я не знаю вообще не знаю что делать я вообще сталкиваюсь с таким первый раз чтобы мне просто взять вот такое цветущее растение взять и уничтожить если если вот кто сталкивался если у кого была такая проблема напишите мне пожалуйста действительно ли надо немедленно уничтожать или есть какие-то шансы может быть всю листву оборвать как-то какими-то препаратами сильнейшими вылечить можно вот с этой стороны он меня немного вот тоже вот здесь вот почечки сухие новые приростики есть вот он ведь весь весь такой как как я так упустила и как он меня так вообще заболел от чего не знаю посадочные ямы я для них специально готовил то есть там земля грунт все правильно сделаны полностью я в яме земля заменена на соответствующий там и кислый торф я уже точно не помню в каких пропорциях я делала но читала у специалистов и вот именно так и делала так сорт это сейчас покажу хелики бы цветет а так вот цвет видите все вот такой же цветение увидела такой же учатся он у меня третий год первый год или это второй считается то есть вот я его посадила весной потом он у меня один сезон перезимовал я укрыла он не цвел а посадила я его вот на цветах одну зиму он меня перезимовал но не цвел подмерз и вот пришла вторая зима и все-таки мне удалось сохранить цветочные почки тем не менее вот такая у меня не очень хорошая новость очень жалко еще один мой рододендром это распутин тоже цветет успешно перезимовал также абсолютно также я его укрывала два двойных слоя ну вот здесь я заметила у него вот тоже листики с какими-то точечками еще не читала информацию я просто про тот прочитала очень сильно расстроилась и все больше на этом у меня мое чтение закончилось я вообще мне не знаю всю ночь наверно думала об этом что мне делать вот здесь тоже видите как какие-то крупиночки не знаю вот если честно я не помню какие они мне пришли и что случилось вот как-то одни помню не обратила внимание мне казалось что они здоровы и но этот я так думаю что можно полечить потому что вот почитаю почитаю полечу а вот про предыдущие я там прочитала что именно вот это вот желтая пожелтение листьев вот это мраморная это только вот эта болячка вирус страшный который не подлежит восстановлению только уничтожению но здесь я думаю сейчас вот цветение пройдет я обработаю вот только не знаю вот эти все листья надо обрывать или просто обрабатывать сверху часов не сталкивалась я с такой проблемой вообще всегда растеряна когда какие-то цветы начинают болеть потому что мало опыта и страшно вообще не сталкивалась с болячками какие-то серьезными единственное только в прошлом году я столкнулась что у меня хосты какие-то все больные очень переживала в этом году сейчас за ними наблюдаю все листья такие здоровые хорошие ну вот дальнейшем я не знаю что-то изменится или нет вот сейчас покажу хосты видите в принципе все листики все чистенькие вышли они все здоровенькие пока тут вот по здесь вот в горочке абсолютно все хорошенькие все чистенько в предыдует в прошлом году вышли сначала они все были вот такие хорошенькие а потом началось вот если кто смотрел я в каком-то видео показывала там происходило как бы пожелтение пластины то есть если сейчас вот она все чистенько то потом она со временем желтеет и высыхает здесь что-то но это наверное скорее всего какие-то ожоги потому что эти дожди льют там солнце выйдет может быть что-то и маленько поджигает их но сейчас на первый взгляд мне кажется хвосты такие вроде здоровенькие посмотрим что дальше будет а это листопадный рододендрон он уже цвел я ставлю сейчас видео как какое у него было цветение а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это у меня Western Lights Вот так он и цвел Листиков не было на голых веточках Красота А вот соседний только-только начинает Вот его цветочек первый Первый цветочек Вот еще не раскрылись Вот его бирочка Получается Ну азалий или рододендрон Golden Golden Lights Получается, видите, цветут они в разное время Поэтому вот как их в будущем снимать Приходится и делать маленькие короткие видео А потом как-то объединять Потому что Разное время цветения Здесь тоже Мне кажется, он Все нормально, здоровенький Не вижу я никаких таких Только я не знаю Вот это вот покраснение Это нормально или нет Молодого листочка Надо тоже почитать Вот так вроде бы Листик сочненький Вот почему я уже теперь все Изменения листа Я боюсь Как начиталась Вот так вот Сейчас вот Видите, сколько еще зацветет Ну тоже вот соответствие Да, соответствует Цвет Ну только здесь немножечко Вот скоростна На самих бутончиках Видите Тоже скоростна А вот здесь цветочек А, ну нет Нет, смотрите Вот здесь тоже Да, вот немножечко Скоростна Есть Ой, красавец Видите Тоже все Перезимовало Так, еще Еще у меня Здесь по соседству Еще один рододендрон Это ПМ Так, как он П ПГМ Наверное Элит Или Пи Пи Джи Эм Элит Так, ну вот здесь Вот Вот Кончик Тоже, наверное Что-то Подбаливает Надо почитать Тоже обработать Может быть Это и подгорело Я Почитаю Посмотрю На молодые листочки Все чистенько Он Цвел Он тоже Уже Отцвел Сейчас Также Вставлю Видео Коротенькое У него Получается Вот с этой стороны Несколько Цветочков Было Молоденький Вот Вот Его Так Цветочек Смотрится Так А по-моему На видео Он чуть-чуть Темнее Надо по-моему Смотреть Про эту Болячку Что это Тоже Так Что Вот Видите Друзья Не знаю Радоваться Мне С одной Стороны Радость Хорошая Что Все Таки Я Вот Таким Способом Проверив Добилась Зимовки Получается Два Двойных Слоя Шестидесятки Укровного Материала И Все Отлично Цветут Но С другой Стороны Как бы Мне не Пришлось Все Мое Все Мою Красоту Уничтожать Так Веточку Откуда-то Принесло Мое Обрезанное На днях Хочу Пройтись По саду И Снять Мои Хвойные Все Сделать Сделать Такой Обзор Ну А потом Про розы Конечно Покажу Потому что Вот Смотрите Весь штамп Уже Сейчас Вот-вот Уже Зацветет Но Тоже Немного Только Отошла Мне Очень Сильно Пострадали Розы В этом Году Очень Сильно Ладно Это Я потом Отдельным Видео Сниму Буду Рассказывать А здесь У меня Видео Про Рододендроны Ну На этом На сегодня Пока Все До новых Встреч Пока-пока